До Нового года остались считанные дни. Для тех, кто еще не успел обзавестись главным символом праздника, елкой сейчас самое время определиться. Искусственная или живая? Если последняя, то срубить ее самостоятельно в черте города не получится. В этом году порубочных талонов в Сургуте в обороте нет. Тут на помощь придут елочные базары. Повышенное внимание к ним в последнее время проявляют не только жители, желающие приобрести праздничное дерево, но и сотрудники мэрии. Дело в том, что некоторые предприниматели незаконно захватили муниципальную землю, чтобы зарабатывать. Что им за это будет и сколько несанкционированных базаров в нашем городе, расскажет Мария Ливанян. Безконтрольное управление, сотрудники полиции, будем проверять у вас законность вашего здесь нахождения, наличие документов на елочную продукцию. Проверяется законность нахождения елочного базара на данном месте и также наличие документов на елочную продукцию. Доказательство того, что елки не были незаконно вырублены в лесу. Сотрудники органов внутренних дел полиции возбудили бы административное дело по статье 8.28 Кодекса об административных правонарушениях. То есть незаконная рубка лесной продукции. Если бы ущерб был бы оценен и был бы свыше 5 тысяч рублей, то соответственно в данном случае было бы возбуждено уголовное дело. Органы внутренних дел, в случае того, если не будет подтверждающих документов, изымают из гражданского товара оборота незаконную продукцию. Продавец, так скажем, предоставил нам карантинный сертификат на елочную продукцию от Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, который подтверждает, что елочная продукция сертифицирована. Также он предоставил нам товарно-транспортную накладную, которая подтверждает законность перевозки елочной продукции в данное место. Вот только нам еще гражданин не предоставил документы, которые должны подтверждать разрешение на нахождение на муниципальном земельном участке. С документами у предпринимателя все оказалось хорошо, но отсутствует единственный документ – это разрешение на торговлю на муниципальном земельном участке. За это в отношении него будет составлен протокол по статье 37-102 окружного закона и назначен административный штраф при первичном от 1000 до 3000 рублей. Это если он пройдет как физическое лицо, если мы еще потом установим, что он индивидуальный предприниматель, то штраф будет от 5000 до 10 тысяч рублей. Всего в Сургуте 11 елочных базаров. Два из них расположились на муниципальных участках без разрешительных документов. И, как оказалось, обе точки у торгового центра Ярославная и на проспекте Ленина вблизи агентства воздушных сообщений заняли представители одной семьи. Документы фитосанитарного контроля присутствуют, товарная накладная есть. Это вообще два брата оказались, родные, которые осуществляют торговлю. Ну, как обычно получилось, что земельный участок они заняли самовольно. В контрольном управлении отметили, что муниципальную землю предприниматели занимают потому, как это самые проходимые места. Парковки вблизи дороги, где издалека видно елки. К тому же не нужно платить аренду, только штрафы. Один из предпринимателей, которому теперь придется оплатить взыскание, отметил, что планирует оставаться на месте, пока не продаст весь товар. Чтобы возместить потери от штрафа, ему нужно реализовать от одной до трех елок. Почти распродал все. За два-три дня распродал. Ну, я много не вожу, как бы так, чисто для людей. Сколько привозите? Ну, где-то 200-250. А сейчас осталось? Осталось где-то 60. Плюс-минус. Как бы так. Не подскажете, по опыту прошлых лет, вероятно, не первый раз, когда последнюю елку покупают? Последнюю бывает даже 31-го. То есть до 31-го будете стоять рядом? Ну, как раз продам. Все для людей. Отметим, что остальные девять елочных базаров, которые расположены в городе, арендуют локации у торговых центров. Это делает их работу абсолютно законной. Повлиять на ситуацию с нарушителями контрольное управление с полицией в таком случае могут только одним способом – ежедневно выписывать штрафы на продавцов, чтобы сделать выгодную точку убыточной. Мария Ливанян, Даниил Панков, Сургут, 24.